В Рязанской филармонии после снятия ограничительных мер стартовал новый проект для юных и любознательных. Бесплатные концерты для детей, знакомитых с музыкальными произведениями в игровой форме. Музыковед Елена Пронюшкина и артисты филармонии рассказывают маленьким меломанам, почему важно делать зарядку и быть вежливым, откуда в музыке столько движения, а еще как нарисовать музыкальный портрет. Что такое портрет, известный всем. Допустим, как нарисовать самым примитивным образом, тоже понятно всем. А как это делается в музыке? Мы начинаем с того, что, конечно же, музыка не может изобразить ни нос, ни глаза, ни брови, но зато она может создать характер, настроение, а дальше уже работает наше воображение. Детский лекторий знакомит юных зрителей с классической музыкой. Они узнают о том, как темп, ритм и гаммы передают характер человека. Слушая музыкальные зарисовки, ребята старались угадать, какого человека композитор хотел изобразить, например, веселого или грустного. Ночь, как день святой, спи, моя святая. Некоторые из ребят, которые пришли на концерт, хотят со временем стать композиторами, певцами и музыкантами. Для тех, кто еще не определился с будущим, лекторий кажется познавательным и веселым. После долгого периода изоляции, летних каникул, мы решили вновь вернуться к музыке. Девочки у меня очень музыкальные, старший сын тоже. Проектом «Занимательная филармония» рязанцы смогут познакомиться и на следующей неделе. 18 августа, например, ребята смогут узнать, как составить из музыки букет. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».